Поселок Горный Щит, Полевской тракт, 19 километр, 1, дробь 1. Точный адрес нам неизвестен. Напротив колхозного двора размещена нелегальная площадка, желтая вывеска с красным ободком. Не знаем, что за организация, нет никаких документов, нет ни лицензии, ни вывески. Поговорили с приемщиком, он понятия не имеет, какая организация здесь ведет свою деятельность. Провели беседу, выяснили, что на этой площадке отшляется незаконная заготовка лома цветного и черного металла. Также принимается сырье, которое, вероятно, похищено из строительных площадок и из коллективных садов, из гаражей. Буквально в присутствии наших представителей приехало транспортное средство. Приемщик, принимая металл, не проверил наличие документов. у сдающего лома, и не проверил сам металл на наличие радиации и других вредных компонентов. Здравствуйте, откуда я металл? Это ваш металл, да? Добрый день, есть кто живой, можно вас на минуточку? Скажите, пожалуйста, у вас лицензия есть на право приема лома цветного и черного металла? Нет. Лицензия есть у вас? Нет. А у приемщика удостоверения есть уже нету, да? У меня нету. Ничего нету? Как вы так лом принимаете-то без документов? Так, вот, значит, клиента рассчитали, лом приняли. Приема сдаточный акт не оформили. Документы у человека не проверили, откуда лом. Ворованный лом или есть ли право собственности, тоже неизвестно. Так, смотрим, что у нас в наличии на этой площадке. Площадка не лицензированная, сразу видно, что земля свободного пользования, пустырь. Взяли территорию, огородили, поставили будку, поставили камеры, протянули провода и принимают лом незаконно. То есть невозможно идентифицировать, что за организация. Смотрим, что у нас тут лежит. Жестяные банки, кузовные агрегаты. Вот тут какие-то контейнера лежат из черного металла. Видать, с какого-то предприятия тоже вытащили. Так, вот в конце этой площадки тут тоже какие-то скопления вторсырья, скопления металла. Ну вот тут еще мы обнаружили такое интересное оборудование. Это какой-то технологический агрегат, видать, который применялся на каких-то, видимо, предприятиях. Но остается только договориться, что это за запчасть, что это за элемент, для чего она предназначена.